Не будем начинать. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, сразу же задавайте. Первое задание. Нам нужно с вами доказать или опровергнуть утверждение. Давайте его прочитаем. Если технология характеризуется убывающей предельной производительностью каждого фактора, она может обладать только убывающей отдачей от масштаба. Много непонятных слов. Давайте будем записывать и разбираться. Технологии производства характеризуются убывающей предельной производительностью каждого фактора. Убывающая предельная производительность факторов. Что это такое? Во-первых, что такое предельная производительность фактора производства? Какие у нас вообще в принципе мы проходим с вами факторы производства? Это наши ресурсы, которые мы используем для производства конечного продукта. В экономике, которую вы проходите, обычно это разделение на труд и капитал. Естественно, может быть, могут быть и трудские. То есть у нас с вами труд и капитал. И есть также разделение на краткосрочный и долгосрочный период. Чем они делятся? В краткосрочном периоде хотя бы один из факторов производства должен быть фиксированный. Чтобы был краткосрочный период. То есть у нас слишком мало времени, чтобы изменить количество какого-то фактора. Наверное, логично, что обычно что у нас входит в капитал? Это здания, станки, оборудование. А труд это просто наемные работники. И логично то, что уволить работника проще, чем продать станок. Или отказаться от аренды помещения. То есть чтобы изменить количество капитала, нужно больше времени. Поэтому обычно в нашей теории мы говорим, что количество труда у нас переменное. В краткосрочном периоде количество капитала фиксировано. А в долгосрочном периоде у нас и труд и капитал переменные. Потому что в долгосрочном периоде у нас достаточно времени, чтобы отказаться от офисного помещения. Или продать станок. Что-то такое. То есть у нас, еще раз, фактор производства – это труд и капитал. Дальше. Предельная производительность фактора. Что это такое? Ну, например, предельная производительность труда. Слово «предельное» по определению. Это то, насколько увеличивает, насколько меняет количество готовой продукции последней нанятой рабочей, дополнительной рабочей. То есть предельная величина. Предельный продукт труда и предельный продукт капитала. Дальше. Обозначение. Marginal product of labor. Предельный продукт труда и marginal product of capital. Предельный продукт капитала. И что значит убывающие предельные продукты? Это означает, что мы наняли первого рабочего, он нам увеличил выпуск на 5 единиц. А вот следующий, второй нанятый рабочий, вот когда второй нанятый рабочий пришел, он тоже увеличил на выпуск, но меньше, чем на 5 единиц. Ну, например, на 2 единиц. То есть прирост есть, но каждый дополнительный нанятый рабочий, каждый дополнительно купленный или взятый в аренду станок дает нам все меньше и меньше прирост. Вот. То есть как это записать математически? Просто можно сказать, что функции предельного продукта труда и предельного продукта капитала убывающие. За возрастание и убывание функций отвечают производные. То есть производные от предельного продукта труда меньше нуля и от продукта капитала меньше нуля. Это наше первое, что нам дано. Далее. Если технология характеризуется убывающей предельной производительностью каждого фактора, она может обладать только убывающей отдачей от масштаба. Что такое отдача от масштаба? Вы это проходили на лекции, можете мне сказать. Что если мы увеличим в кара с капитал и труд, то у нас полезность при прибыли увеличится менее, чем в кара с. Да, но только не полезность ни в коем случае, не прибыль, а выпуск. Да, мы сейчас проходим технологию. Технология, которая там из труда и капитала делает нам конечный продукт. Да, и вот правильно сказали, что если у нас технология обладает убывающей отдачей от масштаба, то, например, мы увеличили количество труда и количество капитала в два раза, а выпуск в итоге увеличился меньше, чем в два раза. Да, это называется вот это по определению убывающая отдача от масштаба. А возрастающая отдача от масштаба наоборот. Да, труд, капитал увеличили в два раза, выпуск увеличился больше, чем в два раза. Вот, и постоянная отдача от масштаба труд, капитал в два раза увеличили, выпуск увеличился ровно в два раза. Да, вот. И причем разные фирмы могут обладать разными отдачами от масштаба. Ну, например, какие-нибудь отрасли, ну, в каких-то отраслях, какие-нибудь фирмы, которые только-только начинают, да, свою деятельность, да, какие-нибудь стартапы. Они наняли, увеличили в два раза количество рабочих у себя, и там еще один офис арендовали. У них их выпуск, их выхлоп резко вырос. То есть у таких фирм, которые только начинают свою деятельность, такие довольно успешные, у них возрастающая отдача от масштаба. Постоянной отдачей от масштаба обладают фирмы, и, например, те, которые давным-давно на рынке, у них вообще все хорошо, но они еще не загибаются, то есть нормальное функционирование. Это, например, сеть кофейной шоколадницы. Они откроют еще одну кофейню, наймут в какой-то количестве раз больше рабочих, арендуют еще одно помещение, еще одну кофейню откроют, и у них выпуск увеличится ровно настолько, насколько и раньше увеличивались эти выпуски при открытии кофеин. Ну почему? Они там что-то стараются делать, не обязательно загибаются. Но это такой классический пример, конечно, можно оспаривать. То есть нет никакого резкого прироста выпуска. Кофейня будет точно такая же, как и все остальные, которые уже открыты. И вот убывающая отдача от масштаба обладают те фирмы, те технологии, когда уже все, то есть уже очень трудно какой-то выхлоп сделать. Какие-то обычные большие государственные учреждения. Мы нанимаем в два раза больше работников, а выпуск уже все, уже не получается даже в два раза увеличить. Да, то есть, когда уже фирма на стадии спадает. Вот. Ну то есть, в общем, отдача от масштаба, да, разные фирмы разными отдачами обладают, да, можно там, например, понимать, как это действует. Вот. А что мы скажем про убывающую предельную производительность фактора? На самом деле, вот убывающая предельная производительность, это очень стандартное логичное предположение. оно очень логичное, да, и почти все фирмы обладают этой убывающей производительностью. Почему? Ну, смотрите, мы наняли первого работника, он нам, вот, раньше ничего не производили, но первый работник нам тут же, да, резко увеличил наш выпуск, да, с нуля до какой-то величины. Вот. А второй нанятый работник уже нам привносит, да, увеличение выпуска, но не такое большое, как вот первый, да, который только открыл это производство. Вот. И про капитал то же самое. Первое мы офисное помещение там арендовали, у нас резко там с нуля, да, резко выпуск вырос. Вот. А когда мы наняли уже, когда мы арендовали уже второе помещение, выпуск увеличился, но не так сильно, как когда мы первое помещение арендовали. Вот, да, поэтому вот эта вот убывающая предельная производительность фактора, это очень такое стандартное логичное предположение. Ну и в итоге, да, после вот моих всех рассуждений, как вы думаете, у нас вот, если технология характеризуется убывающей предельной производительностью каждого фактора, она может обладать только убывающей отдачей от масштаба или любой? Как вы думаете? Ну, справедливо, если все факторы убывают, то, соответственно, и другое, то, что нам нужно убывать, оно убывает. Так, еще варианты? Дайте 30 секунд. Так, кстати, еще давайте подпишем. Бывающая отдача от масштаба, да, на наше обозначение подпишем. Будем подписывать decrease and return to scale. D-R-S. Decrease and return to scale, да, просто чтобы сокращать. Ну, не знаю, мне кажется, что вот из того, из всего, что я сказала, да, логично сделать вывод, что утверждение неверное, что необязательно убывающая отдача от масштаба. Вот. Мне кажется, это прям вот логично следовало с того, что я говорила, но ладно. Вот. Еще раз, да, какие у меня были аргументы, то, что вот это стандартная ситуация, ну, почти для любой фирмы. Вот. А убывающая отдача от масштаба, ну, фирма необязательно должна ее обладать. Да, то есть, я приводила вам примеры разным фирмам, с разными отдачами от масштаба. Вот. Да, и то есть, я утверждаю, что наше утверждение неверное. Да, то есть, нет. Теперь нам нужно доказать, что необязательно убывающая отдача от масштаба при вот таком условии. Как доказывать, как доказать в самом простом способе, что утверждение неверное? Отправдивно. Еще легче. Контрпример привести? Конечно, нам достаточно привести один контрпример. Нам нужно привести пример такой технологии, что она будет обладать убывающей предельной производительностью фактора, но какой-нибудь другой отдачей от масштаба, и все. Если мы хотя бы один контрпример приведем, вот, то все, значит, утверждение было неверным. Вот. Ну, давайте придумаем какую-нибудь технологию, которая зависит, ну, там, функция, производственная функция, которая зависит от труда и капитала. Вам очень, ну, прям знакомая-знакомая, да, самая стандартная, для которой будет выполняться убывающая предельная производительность фактора, но какая-нибудь другая отдача от масштаба. Какую вы технологию точно знаете? Вот какую производственную функцию? Коба Дугласа? Конечно, да. Вот мы сейчас возьмем пример функции Коба Дугласа. Вот я вам сразу, ну, давайте, да, вот пример. Функция, да, производственная, которая зависит от труда и капитала, будет равна, да, там, труд в какой-то степени должен стоять и капитал в какой-то степени должен стоять, да, ну, какие степени возьмем? В какие степени разведем? Труд и капитал. Например? Два-три. Больше единицы. В степени два и в степени три. А у нас там не будет убывающей предельной производительности фактора, если мы такие возьмем. Нужно, чтобы, когда мы брали производную, ушло в знаменацию. Нужно какие-нибудь меньше единицы. Давайте возьмем одну вторую, а ту вторую, самое, вот, с чего всегда начинают. Вот. Так. И вот для этой функции покажем, какая предельная производительность факторов и отдачу от масштаба посчитаем. Давайте, значит, про предельную производительность фактора. Как посчитать предельный продукт труда? Предельный, да, значит, надо какую производную взять. Это сколько нам, по определению, сколько нам дополнительно нанятый рабочий добавляет выпуска, да, прирост выпуска. Да, то есть нужно взять частную производную по труду от нашей производственной функции. f шепих по l. Давайте возьмем. А как берется частная производная? Да, все остальное, вот, для нас переменная сейчас только труда, все остальное константы. Поэтому константы k в степени 1,2 можно сразу написать. Да, берем производную от l в степени 1,2. 1,2 сносим, понижаем степень при труде на единицу, получается l в степени минус 1,2. То есть это уже идет в знаменатель. Вот. Предельный продукт капитала. Это то, насколько у нас прирастает итоговый выпуск, да, при увеличении капитала. Да, и здесь у нас что, да, то есть частная производная по капиталу. Ну, давайте, да, значит, сейчас для нас константы это труд. Можно его сразу писать. Множить на 1,2, разделить на капитал в степени 1,2. Ну, и видно, да, здесь можно, чтобы посчитать, вот, убывающий или возрастающий предельный производительность фактора, можно взять еще одну производную, сказать, что она меньше нуля. А можно сразу тут посмотреть, тут видно. Видите? Чем больше труда, тем меньше предельный продукт труда. Отрицательная зависимость. Чем больше капитала, тем меньше предельный продукт капитала. То есть тоже отрицательная зависимость. То есть данная технология обладает убывающей предельной производительностью факторов обоих. Следовательно, убывающая предельная производительность факторов. Так, это показали. Да, теперь давайте отдачу от масштаба проверим. Да, это пока первый пункт, второй пункт. Отдача от масштаба. Как вы уже сказали мне, да, штука отдача от масштаба. Если мы труд и капитал увеличим, ну, не обязательно в два раза, да, в какой-нибудь там альфа-раз, вот, да, больше единицы, да, и обязательно надо увеличить, а не уменьшить, да, то выпуск должен увеличиться, если убывающая, то меньше, чем в альфа-раз. Ну, давайте проверим. Возьмем какую-нибудь альфа больше единицы и увеличим количество труда и капитала в альфа-раз. То есть запишем функцию, в которой будет использоваться альфа умножить на льф труда, альфа умножить на к капиталу. Смотрите, что нам нужно записать? Вместо труда нужно записать, первое, заменить альфа умножить на труд, да, то есть альфа умножить на труд будет все в степени 1, 2. Умножить на альфа в степени 1, 2. Раскроем скобочки. Вот, видите, тут эту альфа можно, да, там, вперед перенести. Тут альфа в степени 1, 2, у нас на альфа в степени 1, 2. Это просто альфа, да, надо сложить степени, получится альфа на труд в степени 1, 2, на капитал в степени 1, 2. А вот это, это что такое? Это наша технология, да, когда мы не увеличивали, да, количество труда и капитала. То есть это альфа, эф, степени, вот это там. То есть смотрите, что у нас произошло здесь? Мой количество труда и капитала увеличили в альфа раз, выпуск увеличился ровно в альфа раз. Значит, это какая отдача от масштаба? Прямая, в зависимости от положительного. Как называется, там стандартная или что такое? Постоянная. Постоянная отдача? Постоянная, да. Постоянная отдача от масштаба. Или по-английски, да, наше обозначение constant returns to skill, CRS. Вот, все. Видите, мы привели контрпример, да, у нас, мы привели пример технологии, которая обладает убывающей предельной производительностью факторов, но обладает постоянной отдачей от масштаба, а не убывающей. Следовательно, утверждение неверное. Следовательно, ну, можно написать, что, типа, следовательно, не обязательно убывающая отдача от масштаба. Не обязательно убывающая отдача от масштаба, да, и раз. Вот, все, конец. Ребята, пожалуйста, тут вопросы. Я пока сверху буду стирать. Ну, смотрите, поскольку мы уже начали говорить про отдачу от масштаба, давайте немножко изменим порядок выполнения заданий и сделаем сразу третье задание в нашем семинаре, в шестом. Там как раз пройти отдачу от масштаба, чтобы потренироваться, определять. Нужно для каждой технологии, которая там перечислена, определить отдачу от масштаба. Ну, давайте. Первый выпуск равен минимуму из К и 2Л. Вот такая технология – это что-то вроде... Это что-то вроде... Ну, каких-то там для блюд по рецептам, или вот там... Для производства каких-то там машин, велосипедов, да, чего-то такого. Да, когда нужна четкая рецептура, да, четкий план, вот сколько нужно деталей, чтобы произвести там одну машину или один велосипед, да, разных деталей. Вот, да, поэтому у нас там один велосипед получится, да. Сколько бы мы там колес не добавляли, нужно всего-таки ровно два колеса, да, и там, если у нас есть три колеса и одна рама – все равно получится один велосипед. Если у нас есть два колеса и две рамы, все равно получится один велосипед. Поэтому берется по минимуму. То же самое про рецепты блюд. Что это такое? Давайте здесь проверим. Вот этот Y – это выпуск. Это и есть вот эта функция. Труда и капиталы. Чтобы вас не пугали другие обозначения. Увеличим количество труда и капитала в альфа-раз. Что получится? Минимум. Альфа-К, 2, альфа-Л. И вот эту альфа, где альфа больше единицы, можно вынести за знак минимума. Альфа-минимум. Альфа-СК, 2, альфа-Л. А вот этот у нас есть наш предыдущий выпуск. То есть какой мы вывод делаем? Какая отдача от масштаба здесь? Константная. Что-то не очевидно, почему мы можем альфа-разить. Постоянная отдача от масштаба. Что еще раз? Почему альфа-то можем вынести? Давайте на примере. Окей. Ну, типа, смотрите, да, я какие-нибудь чиселки поставила. У нас есть там минимум. Нужно выбрать минимум из двойки и тройки. Вот. Да, если двойку и тройку там в два раза увеличить, да, минимум будет из... Там 2 умножить на 2. Сколько тут? Минимум из двойки и тройки. Это двойка, да? Минимум из двойки умножить на двойку и двойки умножить на тройку. Это минимум из четырех и шести. Это то же самое, что два минимума из двойки и тройки. Вот минимум из четырех и шести это сколько? Это четыре, да? а два минимума и звойки и тройки – это 2 на 2, то есть тоже 4. Ну, то есть, просто выносится. Окей? Вот. Все, здесь у нас, следовательно, постоянная отдача от масштаба. Constable returns to scale. Следующий. А, производственная функция – это и есть выпуск? Да, но это же технология, по которой у нас получается конечный продукт. Значит, игрек равен минимум из корень из К на Л, К корень из Л. Увеличим количество труда и капитала в альфа-раз. Будет минимум. И, смотрите, вместо капитала пишем альфа-капитал, да, вместо труда пишем альфа-труд. Значит, будет корень из альфа-капитала умножить на альфа-Л. Тут альфа-капитал умножить на корень из альфа-Л. Что получается? Что можно вынести? Давайте минимум из альфа-корень из альфа, корень из капитала Л. Тут альфа-корень из альфа-капитал на корень из Л. Видите, множители один и тот же можно вынести за скобку. Вот альфа-корень из альфа, минимум из корень из К, Л, корень из альфа-К. А вот это наш предыдущий выпуск. Что получается? Альфа-корень из альфа умножить на выпуск. Ну что, мы увеличили труда и капитал в альфа-раз. У нас выпуск увеличился больше или меньше, чем в альфа-раз. Больше. Как это называется? Больше. Вот это вот значение больше, чем альфа. Правильно? Надо с альфой просто сравнить все. А следовательно, какая отдача от масштаба? Rising returns to skill. Increasing. Ну да, возрастающая отдача от масштаба. Возрастающая отдача от масштаба. Или increasing returns to skill. IRS. Все, это сделали. Переходим к следующему. Третье устно мне скажите, какая отдача от масштаба? Постоянная. На пьянце в разделе ресурсы семинар 6. Вы что, без задания сидите? Ну вот, для такой функции какая отдача от масштаба? Постоянная. 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 Это прям видно. Давайте вон там. 3 альфа К плюс 2 альфа Л. Это альфа 3 К плюс 2 Л. Или альфа И. Постоянная отдача от масштаба cost returns to skill. А последнее. Там у нас опять, видите, функция Коба Дугласа. Но я хочу, чтобы мы для функции Коба Дугласа в общем виде сделали. Давайте числа не подставлять в степени. Сделаем просто. Разберем функцию Коба Дугласа, как капитал в степени а умножить на труд в степени b, где а и b – это константы, просто больше нуля. И все. Да, вот только вот так. Да, в общем виде сейчас сделаем. Ну, давайте увеличим количество труда и количество капитала в альфа раз. То есть вместо капитала пишем альфа К, вместо труда пишем альфа Л. На альфа выносим. Альфа степень а умножить на альфа степень b, надо степени сложить. Вот это и есть наш предыдущий выпуск. То есть от чего зависит отдача от масштаба у функции Коба Дугласа? От суммы коэффициентов. От суммы коэффициентов. Ну и диктуйте мне условия для разницы отдачи от масштаба. Если а плюс b меньше единицы, то убывающая. Как убывающая? Decreasing? Decreasing return to skill. Дераста. Ну и так далее. Равно единицы констант. Больше единицы. Если больше единиц, то возрастающий. Increasing return to skill. Вот все. Видите? И поэтому вот в нашем задании там степени какие были. Можно сразу, да, смотреть на степени и понимать, какая отдача от масштаба. Там степени были 0,25 и 0,5. Складываю 0,75. Меньше единиц, значит, убывающая отдача от масштаба. Да, то есть вот почему любят ту функцию Коба Дугласа? По ней можно много чего посмотреть очень быстро. И она много чего описывает красиво. Так. Все. С этим заданием все. Пожалуйста, я начинаю сверху стирать. Давайте пока вопросы. Можно немножко по теме? А что? Не по теме немножко. Можно вопрос? Про домашние задания? Да, у нас все в субботу. Вот мы до субботы сдаем и чилим. И ничего у нас больше не будет. Я не знаю. Ну нет, ну вот это сессия, да? На сессии вроде нет занятий. Естественно. Правильно? Вот предписание. А потом, после сессии. Ну вот, а после сессии, там дальше будем, будут занятия еще. То есть в этом модуле только домашние? Я не знаю. Я не знаю. Это мы на ду лектора спросите. Мне кажется, у вас будет какая-нибудь контрольная, но типа после сессии. То есть вот она может быть на какой-то лекции или что-то такое. Я не занимаюсь составлением там ни домашних, ни контрольных, ни расписания. Поэтому этим всем занимается лектор. Только он знает, когда он что вам там задаст. Поэтому можете задать ему вопрос на пьяцин. Ну, прям, он знает, как пост сделать. И он там обычно отвечает. Так, давайте пойдем дальше. Мы с вами перескочили второе задание. Давайте его сделаем. Товар X производится с помощью труда и капитала. В косрочном периоде капитал фиксированный на каком-то уровне больше нуля. На графике ниже изображена кривая предельной производительности труда в производстве товара X. Предельная производительность труда. Начинается какая-то положительная, да, и убывает. Но остается положительной. Мы с вами уже знакомы, да, с бывающей предельной производительностью труда. Так, и что нам еще говорят? Предположим, какое-то количество товара X может быть произведено с помощью только капитала без участия труда. Что означает? Что у нас технология нам позволяет при нашем фиксированном количестве капитала, и если мы труд вообще не используем, производить что-то положительное сразу. На том же графике изобразите кривую средней производительности труда и кривую общего продукта труда. Общий продукт труда, total product of labor, это и есть наша производственная функция. Это и есть наша производственная функция от труда и в данном случае фиксированного капитала. Поэтому тут общий продукт только от труда зависит. Капитал фиксированный, да, там переменным только труд является. Ну, почему это так, да, потому что общий продукт, да, общий выпуск, да, сколько выпускаем, да. Производственная функция – это технология, которая нам позволяет, да, позволяет вот производить, да, оптимально. Так, и нужно что еще нарисовать? Еще нарисовать средний продукт труда, средний продукт труда, average product of labor. Как посчитать, сколько в среднем один рабочий произвел, что надо сделать, как посчитать? Ну, общее число произведенной продукции на количество рабочих. На них, извините, разы. Общий продукт труда разделить на количество труда. Вот, да, сколько в среднем один рабочий произвел. А еще, да, перед тем, как, значит, перед тем, как средний продукт труда рисовать, нужно общий продукт, да, посчитать, как он выглядит. Вот. А как, а у нас что есть? А у нас есть только предельный продукт. Как связаны общий продукт труда и предельный продукт труда? Это мы с вами тоже знаем. Как из общего продукта труда получить предельный? Что надо сделать? Производную взять? Естественно, да, потому что предельный продукт труда по определению. Сколько дополнительно наняты рабочие, да, насколько он нам увеличивает наш выпуск, насколько меняет. Да, давайте, вот предельный продукт труда по определению. Это изменение общего продукта труда при изменении количества нанятых рабочих. Вот. И если вот это изменение очень-очень маленькое, стремится к нулю, то получается определение производной. что вы мне скажете геометрически геометрически что такое предельный продукт труда для общего продукта труда геометрически ведь это производная значит что такое угол касать тангенс угла наклона касательно проведены к общему продукту труда это я думаю что вам известно тангенс угла наклона касательный к общему продукту труда в точке который мы считаем предельный продукт труда значение тангенса чем больше значение тангенса тем круче наклон чем меньше значение тангенса чем меньше предельный продукт труда тем более пологий наклон общего продукта труда что мы с вами видим смотрите если труд у нас равен нулю предельный продукт труда очень большой то есть тангенс угла наклона касательный очень большой то есть крутой наклон а потом если убывает убывает и убывает, да, то есть доклон становится более пологим, пологим, пологим. Видите, вот в эту сторону загиб будет. И осталось только подумать, в какую сторону будет, откуда будет выходить общий продукт труда. Если мы труд не используем, мы уже что-то производим, да, то есть не из 0,0 будем выходить, а из какого-то положительного значения, ну, например, вот здесь. Это у нас будет значение продукта, да, при фиксированном капитале и при труде 0, да, какой-то уже положительный. И еще раз, да, тангенс наклона, да, значение, то есть угол сначала очень крутой, большое значение тангенс, потом бывает, да, становится более пологим, но отрицательным нет, да, то есть настолько возрастание идет. Вот так выглядит. Ну, видно, да, смотрите, сначала очень крутой наклон касательный, да, потом все меньше, 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 но в отрицательный не идет, не идет, только возрастает. Вот. Так, ну хорошо. И теперь давайте попробуем посчитать, посмотреть, что такое средний продукт. Так, вот это все понятно пока, да, то есть спросите, если что-то еще. Ну ладно. А точка пересечения что-то волшебная какая-то? А неважная. Ну, то есть это, не знаю. Ну, где-то пересекло это, и она не имеет значения. Вот. Так, ну давайте. А хотя интересно, а где они будут пересекаться? Наверное, в единице, да, они будут пересекаться? Сейчас. Нет, нет, не в единице. Когда первый рабочий, да, вот насколько он увеличил продукт? А, ну это вот он здесь, да, насколько увеличил? Нет, они там не в единице будут пересекаться. Ну это не ладно, все, это не важно. Вот. Давайте поговорим про средний продукт, да. Да. Смотрите, например, я задумала посчитать средний продукт труда, сколько в среднем произвели вот столько рабочих, вот в этой точке. Вот столько рабочих L1 произвело сколько продукта? Вот столько. Общий продукт от L1. Ну, тангенс посчитаем угла. Конечно, да, смотрите. А среднее – это общий продукт разделить на количество труда. То есть отношение противолежащего катета к прилежащему. Но это тангенс угла наклона касательно. Это тангенс угла наклона луча, выходящего из 0,0, да, и проведенного к точке, в которой мы считаем средние значения. Видно? Еще раз, отношение противолежащего катета к прилежащему. И причем угла наклона вот этого луча, вот этого угла. Да, и так будет считать средняя величина. Давайте запишем. Это тангенс, средняя величина, тангенс угла наклона луча из 0,0, из начала координат к точке. Точки на общем продукте труда. И что у нас здесь? Смотрите. Здесь я приведу красный. Вот такой, да, у нас наклон вот этого луча. Вот он. И нам надо в каждой точке посчитать, в каждой точке значения тангенсы. Если труд, если труд равен нулю, у нас тангенс угла наклона чему равен? Бесконечности. Бесконечности. Это очень легко проверить. Смотрите, что такое еще раз средний продукт труда. Это общий продукт разделить на количество труда. Общий продукт какой-то положительный, делим на ноль. Константа на ноль, бесконечность. То есть средний продукт труда будет выходить из бесконечности. А далее что происходит? Все убывает, 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 убывает и убывает угол. Правильно? То есть будет из бесконечности и убывать средний продукт труда. Но еще единственный вопрос остался. Так, предельный продукт труда. Единственный вопрос остался. Пересечет ли когда-нибудь средний продукт труда, предельный продукт или не пересечет? Как это проверить? Смотрите, для любой точки, что выполняется? Давайте эту точку продолжим рассматривать. Для любой точки наклон луча вот такой, а касательный к этой точке, у нее более пологий наклон. Видно? То есть при любом количестве труда тангенс наклона луча больше, чем тангенс наклона касательный. То есть получается в каждой точке средний продукт труда больше, чем предельный продукт труда. То есть не будет их пересекать, просто средний продукт труда всегда выше. То есть у нас средний продукт труда всегда выше предельного продукта труда. И все, осталось нарисовать. Выходит из бесконечности и не убывает, и не пересекает предельный продукт труда. Вот это единственное, что нам нужно было сделать. Вот. Такие дела. Ребята, вопросы? Пожалуйста. Я вот тут подсотру и задам вам на дом, да, ну там опционально, да, хотите делать, хотите нет. Можете потренироваться такие штуки, рисовать. Вот у нас тут будет график общего продукта труда, общего продукта труда, тут труд. График будет вот такой. И вам нужно построить, кто хочет, да, нужно построить предельный продукт труда на графике и средний продукт труда. Вот. Ну это так, это кто вот хочет потренироваться, можете вот для такого графика построить. Вот. Я пока начинаю стирать, пожалуйста, что не спрашивайте, если что-то непонятно. Если все неплохо, да, то... А почему это именно тангенс угла наклона луча из 0,0? Луча из 0,0. Ну, в том, что еще раз, да, вот у нас была там какая-нибудь функция общего продукта труда. Да, тут количество. Вот. И я хотела посчитать, сколько в среднем, вот в этой точке, при таком количестве труда, вот столько мы производим. Правильно? Как посчитать, сколько в среднем мы производим в этой точке? Нужно общее значение, да, ТПЛ1 разделить на количество труда. Это значение нам будет говорить, сколько в среднем, да, сколько один рабочий нам в среднем производит. Реально, если у нас сейчас вот столько рабочих нанято на производстве. А, да, все. Это тангенс. Да, то есть надо значение разделить на количество труда. То есть отношение противолежащего катета к прилежащему вот этого уголка. Видно? Противолежащего катета к прилежащему тангенсу. Да, спасибо. Ну и получается этот луч из 0,0 пересекает точку, в которой мы рассматриваем. Вот, все это истираем. Переходим к четвертому заданию. В четвертом задании нам снова дана производственная функция. К в степени 0,25, у нас на И в степени 0,5. Так, сразу же мне говорить, какая отдача от масштаба. Убывающая. Убывающая. Получается 0,75, меньше 1, значит убывающая отдача от масштаба. Это я так, проверка. Вот. Но это нам не нужно для задания. Это я так. Так, пункт А. Почему равна предельная производительность труда и как она меняется с увеличением количества нанимаемого труда и при капитале на то же самое сказать? Ну, мы такое делали уже. Нужно посчитать предельный продукт труда. предельный продукт капитала и посмотреть, как они изменяются при увеличении труда и капитала. Ну, предельный продукт труда – это, мы знаем, частная производная по труду от технологии. берем 0,5 на К в степени 0,25 разделить на Л в степени 0,5. По капиталу частная производная по технологии 0,25 на Л в степени 0,5 разделить на К в степени 0,75. Ну и видно, да, то, что здесь у нас стандартная убывающая производительность труда и капитала. Чем больше труда, тем меньше предельный продукт труда. Чем больше капитала значения, тем меньше предельный продукт капитала. Можно так стрелочками оставить, сделать вывод, можно взять еще одну производную и сказать, что они меньше 0, эти производные. Давайте подпишем, что убывающая предельная производительность фактора. Так, ну это был первый пункт. Вот. Дальше. Пункт В. Пункт В. Нам говорят. Пусть количество капитала зафиксировано на уровне 16. Да, если количество какого-то фактора зафиксировано, значит, у нас краткосрочный период. Капитал фиксированный равен 16. Цена готовой продукции равна P за единицу. Цена готовой продукции. Ну, то есть цена вот этого вот, то, что производят. Цена факторов составляет В за единицу труда и Р за единицу капитал. Ну, то есть стандартное обозначение. В за единицу труда. Цена труда. Цена труда от слова wage, заработная плата. Вот. Р. Цена капитала от слова rate. Это процент. Процент капитала. Как цена капитала не видна? Буква R? R, да. Rate. Вот. Первое, что надо сделать, вывести краткосрочную функцию спроса фирмы на труд и краткосрочную функцию предложения фирмы. То есть что нам нужно найти? Нам нужно найти спрос со стороны фирмы на труд в зависимости от цены труда в краткосрочном периоде. L, D от слова demand, да, спрос в краткосрочном периоде, краткосрочный период, short run в зависимости от цены, да, спрос, увеличена спроса. Вот это L. Так, и функцию предложения готовой продукции. Давайте обозначим готовую продукцию через, да, через Q. Да, сколько количества, да, которое мы упускаем. Предлагаем на рынке S от слова supply, да, предложение, функция предложения в зависимости от цены готовой продукции в краткосрочном периоде. Вот. Обратите внимание, чтобы вы, ну, не пугались. Вот этот вот выпуск. Это то же самое, что у нас было там вот в третьем задании, что Y можно так тоже обозначать. Это все количество готовой продукции. Это то же самое, что общий продукт. Это то же самое, что производственная функция. Ну, или там F маленькая. Вот, да, то есть это все одно и то же. Окей? Да, чтобы вы просто вот не, ну, не пугались, да, что разное обозначение. Это все про количество итоговой, да, продукции, которую выпускают туда, там, с помощью труда и капитала. Вот. И с помощью технологии. Так, вот это я стираю, так, потому что так будет дополнительный, ну, по этой заметке. Вот. В любом случае, нам, чтобы произвести готовый продукт, да, нужно нанять рабочих, да, поэтому предъявляем спрос. Мы как фирма предъявляем спрос на рабочих. Вот. И как мы решаем, сколько нам оптимально нанять рабочих и сколько оптимально продать? Вот. Помните, когда у нас была теория потребителя, мы решали, да, какой нам, какой набор самый лучший для нас. Вот. И что мы делали? Как мы решали, какой набор для нас самый лучший? Максимизация и полезность. Максимизация, да. Да, мы максимизировали полезность. А сейчас мы говорим про фирму. У фирмы у нас что? Прибыль. Вместо полезности. У нее прибыль, да, поэтому любая фирма, любая фирма, да, выбирая оптимальные там всякие значения, она максимизирует свою прибыль. Вот. Да, поэтому все. Мы теперь сейчас будем максимизировать прибыль. Выключайте, пожалуйста, звук, вот, если вы ничего не говорите, а то там потом запись плохо. Выписывается. Ой. Так. Прибыль нашей фирмы в краткосрочном периоде. Прибыль любой фирмы – это что такое? Сколько денег заработали, минус сколько потратили. То есть это выручка минус издержки. Выручка откуда берется? Выручка берется… П на Ф. Сколько мы денег получили от продажи готовой продукции? То есть мы продали каждую за П. Сколько мы продали, да, это у нас от технологии. Ну, давайте напишем Ку, да, количество, которое мы продали. Это у нас общая выручка. Обозначение Total Revenue. Т. Р. Общая. Вот. Ну, мы вот… Еще что нужно, да, чтобы прибыль получить, нужно вычить все наши издержки. На что мы потратили, чтобы произвести эту продукцию? Мы потратились на зарплаты рабочим, да, то есть за каждую заплатили зарплату B, количество L работников. И заплатили цену капитала за каждую единицу капитала. Мы с вами знаем, что вот это количество берется и с технологии, как нам уже сказали, да, поэтому здесь у нас что будет? Цена умножить на производственную функцию от труда и капитала минус VL минус RK. И такую прибыль нужно промаксимизировать, выбирая, что мы выбираем. Что у нас здесь единственное, что можно выбрать? Капитал фиксированный, значит, выбираем количество труда. Да, да, то есть по труду не отрицательный. Вот, как выбрать? Как выбрать? Нужно взять, да, посмотреть экстремно, да, какое нам количество труда дает максимум прибыли. Вот, да, то есть надо записать в слове первый порядок, взять производную от прибыли по переменной, как у нас переменная, да, по труду и приравнять к нулю. Это что будет? Цена умножить на производную технологию по труду минус заработная плата, тут константа, должно быть равна нулю. Вот это что такое? Это предельный продукт труда. То есть П на МПЛ должно быть равна заработной плате. Почему именно такое оптимальное условие, как нам нанимать рабочих? Смотрите, предельный продукт труда – это сколько нам выпуска принес последний нанятый рабочий. Если умножить на цену, да, продукция, то получится что? Предельная выручка от продукта труда, да, то есть получится, сколько нам последний нанятый рабочий денег принес в денежном выражении. Вот это он нам сколько в плюс принес, а это сколько мы на него потратили, мы на заработную плату. Вот, да, и то есть мы останавливаемся в найме наших работников, когда последний нанятый рабочий нам не приносит прироста в прибыль. Вот сколько он нам принес выручки, да, ну, при прироста выручки, столько мы на него и тратим. Вот, да, то есть прибыли нам уже все, прирост прибыли – ноль. И все, и на этом моменте мы останавливаемся, нанимать рабочих, оттуда у нас находится оптимальное количество труда, то есть спрос на труд. Ну, это так, это были рассуждения. Давайте теперь все в наших, ну, все числа подставим. Значит, прибыль в посрочном периоде будет равна цена на, там, труд в степень 0,5 на капитал в степень 0,25. То есть корень из L, капитал в степень 0,25 – это 16, да, в степень 0,25. Минус VL минус 16R. Берем производную по труду, что получается 2P на 2 корень из L минус V равно 0. Отсюда мы сейчас найдем спрос на труд. Двойки сокращаем. То есть отсюда выражаем количество труда. Корень из L будет равно P разделить на V, когда спрос на труд в зависимости от заработной платы будет равен P на V в квадрате. Вот наш спрос на труд, который нас просили найти. Проверяем закон спроса обязательно. Чем выше заработная плата, тем меньше мы хотим нанимать работников. Закон спроса выполняется, логично. Чем дороже стоят работники, тем меньше мы хотим их покупать. И как нам найти, сколько мы будем предлагать итоговой и готовой продукции на рынке? Скажите мне. А это у нас… Что еще раз? Итоговая и готовая продукция. Сколько мы будем предлагать на рынке готовой продукции? Ну, так же в эту прибыль поставим только нашу L теперь. Почему прибыль? Мы знаем, что нам оптимально… Ой, вот покупок от F от LK. Да. Мы знаем, вот сколько нам оптимально рабочих нанимать. Капитал мы тоже знаем. То есть вот он, наш выпуск. Сколько мы будем оптимально предлагать на рынке. Просто надо в производственную функцию подставить все, что мы нашли. Будет F. От спроса на труд от фиксированного капитала. Ну и подставим. Там L в степени 0,5. Будет просто P на V. Ну, а капитал в степени 0,25. 16 в степени 0,25. То есть получается 2P на V. Проверяем, правильно ли… Правильная ли получилась у нас зависимая. Закон предложения. Чем выше цена готовой продукции числителя, тем больше мы хотим предлагать на рынке готовой продукции. Верно, выполняется. Вот, иначе закон предложения выполняется, но вроде более-менее не ошиблись. Вот, это у нас было про краткосрочный период. Я запишу вот тут себе в уголочек функцию предложения в краткосрочном периоде. 2P разделить на V. Вот это мы запомним и потом нарисуем. Следующий пункт. В следующем пункте у нас просто найти то же самое, да, функцию предложения нашей фирмы, но в долгосрочном периоде. То есть, когда у нас уже и труд, и капитал переменные. Сколько будет предлагать готовая продукция наша фирма в долгосрочном периоде? То есть, когда у нас и труд, и капитал теперь переменные. Фирма, в принципе, занимается тем же самым. Она максимизирует прибыль. Мы запишем прибыль в долгосрочном периоде. Это выручка минус издержки, как обычно. Выручка – это цена умножить на… Ну, дать сразу, да, нашу производственную функцию – это есть количество, да, в зависимости от труда и капитала. Но капитал теперь тоже переменный, потому что у нас долгосрочный период. Вычитаем все наши издержки. Минус зарплату всем рабочим. Минус сколько мы потратим на каждую единицу капитала. Суммарно. И это нам нужно будет все промаксимизировать, выбирая и количество труда, и количество капитала. Потому что мы можем это делать наконец-то, да, у нас капитал тоже переменный. По труду и капитал максимизируем неотрицательный. Вот такую задачу мы решаем. Ну, давайте. Значит, условия первого порядка. Условия первого порядка. Да, нужно… Ну, математически, да, у нас максимизация функции двух переменных, да, поэтому нужно, чтобы частные производные по этим двум переменным были равны нулю. Одновременно. По труду. Цена на предельный продукт труда минус В равно нулю. По капиталу. Цена на предельный продукт капитала минус цена капитала равна нулю. Видите, опять вот эти логичные условия. Да, цена на предельный продукт труда должна быть равна нулю, равна заработной плате. Цена на предельный продукт капитала равна ставке по цену. Что эти два условия обозначают? Не означает, что последний нанятый рабочий нам приносит денег столько же, сколько мы на него потратили. То есть уже нет прироста прибыли. Последний арендованный станок приносит нам денег, да, уже этот продукт умноженный на цену. Получается, денег нам приносит столько же, сколько мы потратили, да, на покупку этого станка, да, например, или на аренду помещения. То есть тоже уже прирост прибыли ноль. Именно поэтому это оптимальные условия. Условия второго порядка мы здесь не проверяем. Ну, можно, да, кому хочется, пожалуйста, можете цегисяны, да, там считать, вот, да, что действительно максимум прибыли. Вот, и, кстати, в предыдущем пункте тоже нужно было проверить, то, что это действительно максимум прибыли. Можно было взять первое производство и сказать, что она меньше нуля. Вот, или сказать, что производственная функция вогнутая, поэтому условия первого порядка необходимы и достаточно для максимума. Вот. Ну, давайте здесь решим. Предельный продукт труда мы с вами уже считали в первом пункте. Давайте этим воспользуемся. Значит, предельный продукт труда 0,5 на К 0,25 на труб степень 0,5 на капитал степень 0,75 И обратите внимание, здесь что у нас? Два уравнения, две неизвестных. Неизвестный у нас труд и капитал. Отсюда мы решим эту систему уравнений, мы однозначно, что найдем. Спрос на труд и спрос на капитал. То есть отсюда решаем эту систему. Как ее можно быстро решить? Но здесь легко. Давайте поделим одно на другое. Верхнее на нижнее поделим, да, все перевернется. Давайте. Значит, цены уйдут. Одна вторая, одна четвертая, два. Два капитала на труд равно верплате на ставку процентов. Вот я просто поделила. И выразим, ну, например, труд равен. Труд равен 2РК разделить на заработную плату. Вот так соотносится труд и капитал. Вот, и подставим там в верхнее или в нижнее, да, чтобы найти уже однозначный спрос на капитал, например. Давайте верхний подставим. Цена на 0,5. На капитал степень 0,25. На труд степень 0,5. На 2РК на В степень 0,5. Равно заработной плати. Видите, да, отсюда просто можно выразить капитал. Так, как бы нам выразить капитал? На 4РК на 2РК я бы хотела, наверное, все возвести в 4РК, да, чтобы избавиться. Давайте попробуем. 5РК на 2РК. 2РК на 2РК. 2РК на 2РК. У нас 2 в квадрате, Р в квадрате, К в квадрате. Сюда переносим. В в квадрате равно В. Тогда К получится, чем равна. 2 в квадрате. К в квадрате. 4 в квадрате. В в квадрате. Р квадрате. Вроде так. Семки раз. четвертый это у нас спрос на капитал проверяем зависимость проверяем зависимость выше цена капитала тем меньше мы хотим капитала покупать закон спроса выполняется нормально тогда вот это количество капитала можно подставить вот наше соотношение и найти сколько труда спрос на труд в зависимости от р самое главное зависит зависимости от заработной платы будет равно 2r умножить на спрос на капитал 4 на 64 квадрат в квадрат и чуть подсократить до 4 на 32 вот это наш спрос на труд и как тогда получить в итоге итоговое предложение на долгосрочном периоде в зависимости от цены конечной продукции нужно нашу производственную функцию подставить наш спрос на капитал и на труд представляем так капитал степень на 25 п тут парень четвертой степени а тот из труда корень просто обычный квадрат корень в квадрат и вот с цифрой с цифрой что там с цифрой корень из 32 умножить на корень 4 степени 64 сколько получается это корень обычный корень из 8 8 на 32 и корень из вот значит вот у нас такое предложение конечная продукция в долгосрочном периоде проверяем закон предложения чем выше цена конечной продукции тем больше мы хотим предлагать на рынке да все верно все хорошо так и теперь последнее что нам осталось сделать нам нужно изобразить на одном и том же графике предложение к срочному предложению в долгосрочном периоде смотрите экономисты рисуют спрос и предложения будет перевернутых осях где по горизонтальность будет количество а по вертикали цена ну вот так просто исторически сложилось поэтому мы будем сейчас с вами рисовать не прямые функции а обратные функции то есть п от к до зависимости здесь тоже поэтку посмотрим краткосрочном периоде зависимость линейная видите да количество от цены линейная зависимость и а если цена равна нулю количество будет ноль да то есть выходим из 0 0 линейная функция это у нас предложение в долгосрочном периоде что у нас предложение в долгосрочном периоде смотрим выпуск равен ну там какая-то константум p в третье да цена в третьей степени нам нужно построить с вами обратную функцию да то есть п от q п от q если обратно выражать будет корень третьей степени из q вот да то есть ветвь параболы вот так будет выглядеть предложение предложение в долгосрочном периоде и последний вам вопрос это уже вам вопрос да я не буду на него сама отвечать какая из двух функций предложение краткосрочное или долгосрочное более чувствительно к изменениям цены готовой продукции ответить пожалуйста долгосрочно и почему потому что там степень а с точки зрения экономической интуиции почему ну ну еще раз чем у нас различие между краткосрочным и долгосрочным периодом в краткосрочном у нас что-то фиксировать да то есть в краткосрочном периоде у нас меньше выбора что делать правильно ну то есть мы как бы скованы в движениях а в долгосрочном периоде у нас цена на рынке чуть изменилась мы можем все факторы сразу же поменять да то резко изменить выпуск ну то есть сильнее можем менять выпуск понятна логика вот ну а здесь а если по графику вот вы сказали аналитически да то что там ну в большей степени стоит это тоже можно сказать а по графику смотрите давайте цену увеличим вот там вот здесь цену увеличим на одно и то же число вот цену увеличим вот настолько в долгосрочном периоде выпуск увеличится сильно да а в долгосрочном периоде цены настолько же увеличим выпуск не так сильно увеличится видно да не такая сильная реакция предложения вот ну давайте напишем в лонгране предложение более чувствительное изменение цены так как ну можно написать да так так как больше свободы действий да больше свободы действий все факторы именно ну это больше гибкости появляется это вот такое интуитивное да вот словами если объяснили гибкости возможностей вот да и по графику это видно и аналитически вы сказали и мы интуицию объяснили да почему так вот и вообще мы ровно уложились все у нас пара как раз только только закончили супер пожалуйста это это все на сегодня пожалуйста задавайте вопросы пока я тоже сверху начинаю стирать вот если нет вопросов то мы встречаемся через неделю то что на следующей неделе сессии я вроде как нет занятий но если будет то встретимся там смотрите расписание вот вот может пока что не спрашивать а вот те задачи которые в нашем задании они как бы ну есть какая-то рекомендация где можно взять из задачи решение посмотреть ну так задача не какую-нибудь где вероятно все будет решение какое решение какое решение ну какой задачи где есть больше всего решения по этим темам где можно уверять всего найти решение левина покатович микроэкономика промежуточный уровень зеленый задача пожалуйста там куча задач куча и с решениями разборы а проверять вы будете да то есть оформление плюс минус как на семинарах обязательно ну даже еще там получше да иногда словами проговариваю что вы если вы задаете домашку да надо письменно написать вот ну в плане то что вот сейчас например мы там не записали условия второго порядка потому что нам некогда я словами это проговорил но если в домашке то у вас это должно быть записано вот окей и с пояснениями все как я вас учила да на аналитика график там и интуитивное объяснение где все обязательно смотрите что требуется да везде пояснение объяснение всего все все графики все подписано вот вот считайте что я вообще не знаю экономику и мне вот просто дадут критерии проверки вот если вы что-то не написали я не пойму да я не додумаю за вас и не знаю что у вас там в голове хорошо пишите как вот прям поясняйте максимально можно вопрос по кдз вот что они имели в виду вот был такой такой вопрос что пройдет с бюджетным множеством если бюджетное ограничение разделить на ну на p2 и получается бюджетное ограничение это уравнение если мы уравнение разделим на какое-то число слева и справа то ничего не изменится я не знаю это ваше домашнее задание я сейчас не буду с вами решение домашнее задание обсуждать ну просто хотел узнать что они имели в виду задание ну вот как поняли так и пишите классно вот еще что-нибудь может по семинару какие-нибудь вопросы ну ладно вот ну если что насчет домашнего задания вы можете спрашивать у Юрия Владимировича то что он составитель вот да вот он составитель и вот он готов ответить на ваши вопросы вот да потому что я даже ну вот я поняла про что сейчас спросили потому что ну я когда там видела такое задание вот а так я даже я принципиально не смотрю домашнее задание до сдачи студентами чтобы никому не подсказывать да то есть чтобы быть объективным вот какие дела ладно все ребята я ставлю я останавливаю запись я с он я я и и и Спасибо.